Готовы ли говорить только правду? Согласна. Вы готовы начать отвечать на вопросы детей? Готовы. Как стали директором лицея? Труднее ли быть руководителем? И как проводите свободное время? На все вопросы нужно ответить быстро и честно. Таковы условия ток-шоу «100 вопросов директору». Главный герой мероприятия – руководитель Республиканского политехнического лицея Римма Губайдулина. Задавали вопросы учащиеся пятых классов. Ребята интересовали деятельность руководителя, ее семья, увлечения, детские мечты. Будущее в детстве. Но я всегда знала, что я буду честным и порядочным человеком. Это самое главное, наверное. Хотя хотела стать юристом, хотела стать актрисой, еще когда училась в школе. Но у меня, видите, получилось, что я это все объединила. У меня дочь стала актрисой, сын стал военным и гражданской специальностью, у него юрист. А я стала объединением всего этого, учителем. Вопросы также были по организации кружков и секций в лицее, о возможности открытия живого уголка. Своими вопросами дети заставили героя мероприятия и улыбнуться, и задуматься, и даже спеть одну из любимых песен. Песен много? Но сейчас почему-то вспомнилась именно песня, которая была у меня в вашем возрасте. В то время был фильм «Неуловимые мстители». Кто не смотрел, я советую посмотреть. И вот там была песня «Погоня». Совершенно верно. Вот эта вот песня. Вот эта песня, она у меня как бы через всю мою жизнь. Вот с детства она меня вот идет. Я даже не знаю, почему. Но там такие слова даже можно, в принципе, напеть, наверное. Кто знает, можете подпеть. Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта, как сердце стучат. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. В завершение встречи Риме Айратовне было предложено определить наиболее понравившиеся три вопроса. Авторам она подарила журналы «Башкортостан КЗ», где есть статья про нее. Ну а все участники получили сладкие призы. Так закончилось первое знакомство учащихся с директором. Рима Айратовна признается, многие вопросы были неожиданными, но не сложными. Общение в таком формате было полезным для обеих сторон. Мне понравилось то, что мы могли поближе познакомиться с директором. И что директор отвечает на все вопросы. И мне тоже было очень интересно, потому что разные ребятишки, разные вопросы, разный уровень темперамента. И даже вот они уже сами вперед смотрят, что они хотят в лице. Вот это тоже было очень интересно. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости.